Всем привет! Мой сегодняшний обзор посвящен моему второму заказу по 17 каталогу Avon. Начну я с обзора заказа своей подруги. Она в очередной раз заказала гели и шампуни, и даже крем для рук. Вот эти два геля, их можно было выбрать, по-моему, по 129 рублей. Два с разных страничек. Это кремовая дивная сказка с роскошным ароматом с андалового дерева и ванили. Крем-гель. В общем, мне тоже нравится крем-гели. Ну, я давно его не пользовалась в плане гелей вообще, лет 10, наверное. И тот гель, который я в прошлый раз заказала малина и яблоко, и пах он до меня клюквой, он мне не понравился в плане пена практически никакая, и ощущение, что можешь просто обычным мылом, как мыло, на губку натираешь. Раньше, когда не было этих гелей, вот то же самое. Запах, конечно, хороший, но и скрабирующие вот эти маленькие частички я даже не поняла, для чего они вообще были. Видимо, для красоты. И этот уже третий раз я заказываю его. Один был у меня для Ирки в первом или втором заказе, уж не помню. Один у меня в подарок тетушке пойдет, и вот этот один для Лены. Я даже думаю, может быть, себе по баллам заказать, потому что что еще на эти баллы выбрать, я даже не знаю. Кстати, вот из того заказа первого по 17-му каталогу, от которого мне пришел по бонусам крем, ничего такого суперэффективного я не заметила. Может, я мало еще им пользуюсь. Он очень странный для меня и по консистенции, такой густоватый, как сметана даже, такая, как-то вот такой. Даже похож на какой-то, если бы он был другого цвета, я бы пришел, что это тональник. Им можно пользоваться один раз в сутки. Для меня это странно для крема, для ног, обычно утром и вечером. Потом он такой специфический, после того, как я им ноги помажу, мне очень хочется помыть руки, причем с мылом. Смягчающий. Пока я не заметила смягчающий, с части или эффекта какого-то. Скрабик, кстати, из этой серии, ну, как скрабик, он мне понравился. Правда, тоже пока эффекта не заметила. Я им пользуюсь через день. Там не написано, насколько часто им можно пользоваться. Так. Это у нас эта вот груша. Кстати, грушей-то она пахнет. Это огромный шампунь. 700 мл. Эти-то были по 250. Второй уже такой огромный шампунь. Правда, вот сам сорт, как гранат и масло камерии. А по объему-то второй такой шампунь. Увлажнение и цвет гранат и масло камерии для волос. Огромный. По составу, я думаю, даже бесполезно показывать, или моя камера не словит, или будет плохо видно. Но состав тут, как обычно, классический, химический. Но грушку нравится. В принципе, мне тоже раньше эти шампуни нравились. Это 100 мл. Крем для рук, увлажняющий крем для рук и ногтей с глицерином, кальцием и витамином Е. В новогодней такой упаковочке. Ничего сказать не могу, потому что не пользовалась давно уже кремами для рук. Хотя моя подруга Женька их не очень любит. У нее какой-то КР пробовала на руки мазать. Ну, так пробовала чисто один раз, потому не знаю, как там эффект. Вот. Ну, возможно, потом себе тоже закажу, когда мои закончатся. Это уже мой заказ. Еще раз заказала пенку, которая называется гель очищающая, связающая для лица, для умывания. Роза, мята и ромашка. Он мне очень понравился. Во-первых, он по консистенции такой. Сейчас попытаюсь показать. Прозрачный гель. Нужно совсем чуть-чуть, чтобы была пенка и можно было смыть. Смывает очень хорошо губную помаду и блеск от Ифраше. Вот на мне сейчас вот такой блеск подарила мне подружка Женька, кстати, от Арифлейм с вишенкой. Вот его тоже очень хорошо смывает, даже лучше, чем пенки для умывания Ифрашевские. Очень экономичный. Я читала отзывы в интернете. В принципе, я согласна с этими отзывами. Он очень мне понравился. Я его заказала про запас. 125 мл. Я думаю, его на очень долго хватит. Так, из-за чего я в основном делала второй заказ. Это леггинсы. Вот такие вот леггинсы. Так они особо не тянутся. Но когда их одеваешь, они очень хорошо по ноге. Они мягкие. Правда, я ожидала, что внутри будет какой-то начосик. Начосика никакого нет. Просто такая обычная тряпочка. Тут даже какие-то кружева по низу идут. Не знаю, как насчет теплости. Но думаю, на плюс 7, плюс 5, может, в них даже еще и нормально будет. И я думаю, под джинсы они самые а то. В принципе, я их брала исключительно, чтобы можно было что-то надеть под джинсы. А не просто какие-то капронки. Обошлись они мне в 550 с чем-то по скидке представителя. Я думаю, что это, в принципе, недорого. Тут в составе вискоза. Эластан, полиэстер и еще какая-то химия. Вискоза, насколько мне помните, было 38%. Размер я брала 42-й. Какой я, в принципе, и ношу. И вот один в один. Ни больше, ни меньше. Я даже немножко в них походила. В общем, приятные к телу. Приятные на ощупь. Если будет кто-то заказывать, то я такие советую. Так, и это мои дужки. Это, как представителю, можно было заказать они в первом 16-м каталоге. Пойдут за 2016 год, которые были отзывы двояки. 50 на 50. Я покупала, даже не знаю, так, на удачу, но... В общем, они мне нравятся. Такой необычный для меня флакончик. Я даже еще не сняла этот пакетик с этого маленькой подвесочки. Кстати, вот сейчас я снимаю его. Вот такая вот. Надеюсь, видно. Просто маленький шарик такой со стразиком. Так я понимаю, вот это снимается и можно прыжать на себя. Я их уже на себя пробовала. Запах для меня нежный. Между такой нежной сладостью и даже свежестью. Не знаю, как насчет стойкости. И мне теперь хочется купить всю эту серию, которая будет... Вот в этом уже у меня есть в первом за 2016 год каталоге, который у меня уже частично потрепанный, потому что много кто уже что-то там смотрел, выбирал. Где-то там были предоставлены эти духи. Сейчас попробую найти. Вообще, надо было заранее заложить. Кстати, насколько мне известно, мне вот эта вот штука придет за 10 рублей, если я ее выберу в подарок в следующем заказе, как по документам к заказу было сказано. Еще я очень удивилась, что за второй заказ мне почему-то рассчитывалось, что тоже придет очередной каталог. Каталога не было. Никакой макулатуры, так сказать, ивановской тоже не было. Мне добавили 10 баллов за этот заказ ко всему полному заказу, и скидка была те же самые 23%. Так. Это мои вторые духи. Черешь. Я ожидала, что будут пахнуть вишней или чем-то, что было в отзывах в интернете, но я ничего подобного не нашла. Я их тоже уже тестировала. Для меня они нежные, между сладким и свежим ароматом. Я даже пока еще не поняла, чем конкретно они пахнут, но сегодня я отдушилась теми, которые я покупала в прошлый заказ. Участливается. Продолжение следует... Продолжение следует...